Гулять по Калининграду и наслаждаться старой немецкой архитектурой, которая приносит в любом случае свою атмосферу и это не похоже на какой-либо российский город. Красота неописуемая. Очень атмосферное ощущение здесь такое присутствует, как будто вы гуляете в Европе. Вот такой замечательный домик немецкой постройки. И напротив имеются жилые дома, также немецкой постройки. Это все на улице Карла Макса. Да, в этом городе очень много памятников немецким политическим деятелям. Про Тельмана я уже рассказывал сегодня. Памятник Маркса стоит на одноименной улице. Взгляд Маркса устремлен в сторону старинного района Малинау, который мы сегодня рассмотрим. Покажу роскошные виллы, которые достались от немецких капиталистов. Это улица Красная. Здесь можно видеть очень много доходных домов. Многие из этих домов заселялись в советское время рабочим классом. Настали новые времена, конечно, и сегодня Калининград привлекает много туристов, чтобы туристов где-то в центре располагать. Все подстраивается вот под этот рынок. Поэтому общаги в центре города расселяются. Жители расселяют по окраинам. И вот в этих домах продаются задорого квартиры. Было бы очень интересно на самом деле посмотреть планировку квартир вот в таких домах. Как это выглядело, собственно, как там выглядел санузел. Во многих, на самом деле, в ваннах, которые были также с туалетами совмещены, располагались окна для проветривания. То есть, чтобы плесень не образовывалась на стенах. Чем омлинау примечательно, то что улицы в этом районе строились в виде аллей. И вот, как вы видите, очень много зелени, много деревьев. В одном из таких старинных домов находится музей, который так и называется Alpeshaus. То есть, старый дом. И вот здесь, в этом музее, как раз-таки рассказывается история того, как квартиры выглядели изнутри. Какой быт, какие приборы и какая различная утварь использовалась немцами в начале 20 века. И имеется здесь такое вот кафе Густав Гроссман. Даже по-немецки, да, написано на удивление. Вот такая загадка имеется, что это такое, для чего это использовалось. Нужно, наверное, поинтересоваться вот как раз-таки в музее-квартире Alpeshaus. На многих домах имеются вывески, таблички. Данные сооружения, дома относятся к памятникам архитектуры. Вот данный дом, постройки начала 20 века, выглядит таким образом. Большие окна, высокие потолки. Типичная старая немецкая застройка. Жители домов снизу устраивают различные палисадники, цветочки высаживают. Ну, шикарные, да, такие вот балконы. Ну, это балконы, да, которые застеклены слева. Наверху уже надстройка, современная надстройка. Ну, здание. На данном здании я не вижу таблички, что это памятник архитектуры. Да, вот, видимо, в соседний дом все-таки не относится к памятнику архитектуры. А вот этот домик уже постройки 10-14 годов, начала 20 века. В Калининграде очень много немецких старых домов, которые отличаются даже от питерской и европейской архитектуры. Потому что, ну, вы понимаете, что в Петербурге можно, да, в районе Петроградки также встретить немецкие постройки. Но они все равно будут отличаться от тех, которые мы увидим здесь. Потому что здесь все-таки, как ни крути, были немецкие, оригинальные немецкие архитекторы, которые имели совершенно другие взгляды на постройку зданий. Я хочу вам показать вот такое вот окошечко. Меня прямо оно привлекло такое интересное. Вдоль всей улицы Красной находится брусчатка. Уложена брусчатка еще старая немецкая. Также по краям старые немецкие бордюры. И вот такой замечательный домик. Очень классно, да, такой контраст с голубым небом. Очень обожаю. Очень классно выглядит. Улица Красная мне нигде не попадалась, за исключением известной одноименной улицы в Краснодаре. Как раз-таки центральная улица, где сосредоточены различные увеселительные заведения. И, в общем-то, вся молодежь Краснодара как раз-таки стекает по выходным на эту улицу и тусует. Это, скорее всего, также немецкое здание. Такое же по строению, как и предыдущее было, которое я показывал. В этом здании находилась раньше общага. Потому что сейчас здесь такой капитальный ремонт устроили. Скорее всего, эту общагу расселили. Эпическая тема в Калининграде это то, что общаги, которые вот в центре или на пути из аэропорта, они расселяются. И в эти общаги делаются там гостевые дома, отели, постелы, что угодно. Представляете, да? Вы приехали и остановились прямо в центре Амалинау. Вот, и тут буквально 100-200 метров до роскошных вилл, чтобы гулять, охлаждаться и прочувствовать атмосферу старого немецкого Кёнигсберга, который когда-то здесь был. Вот, поэтому, да, общаги на самом деле на улице Красной славились не очень хорошими историями. И они были самыми пресловутыми в Калининграде. Судя по всему, их начинают расселять. На мой взгляд, это уже советская постройка. А здесь вот какой-то старинный немецкий дом был снесен. Это проспект Мира. Также мне здесь попался старый немецкий домик. Вот такая изящная архитектура.